Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Resident Evil Revelations. Дело снова переходит к Джилл и Паркеру, и мы по проходу сколового блока спустились в самый низ. Есть нехорошие звуки. Так, отлично. Давайте осваиваться. В последней серии, среди прочего, мы поиграли за двух абсолютно новых персонажей, которые мне понравились гораздо больше. Плюс это Криса или Папастый Джилл, потому что они были очень ржачные, и несмотря на то, что у них была совершенно какая-то раздолбайская атмосфера, один там отвертку потерял, они полсерии бегали ее искали. Все равно очень интересно так. Это чем-то даже стало напоминать такие подключенческие боевики типа Булитшторма, скажем. Короче, мне очень понравилось, но на базе Велтро они нарвались на какого-то, ну не нарвались еще, то есть они стали свидетелями появления какого-то нового типа монстров. Это меня пугает, то есть эти монстры, они были либо бесплотными, либо тупо невидимые. Я думаю, мы с ними еще повстречаемся. Ну а что, думаю, я уверен, что мы с ними повстречаемся. И это меня и пугает. Так, хорошо, давайте маленько осмотримся, что здесь, как вообще. Два подъема. Хорошо. Так, и как же мне взять тебя? Интересно. Да, кстати, мы обнаружили, что на корабле постоянно присутствуют незримые агенты Велтро. То есть они следят за нами, но им строго-настрого приказано не вступать в перестрелки и вообще никак не обнаруживать себя. Как видите, они не дремлют. Так, вообще ощущение, что мне нужно идти не в эту сторону, но как-то вот так сложилось, и я иду сюда. Может, нечем легких путей вернуть? А тут нехорошие звуки. Охотка. Да, звуки не самые приятные. Патроны на винтовке. И что это такое? Сил. Балкетс. Хорошо, поспешим. Что же у нас там такое? Поищу машинное отделение. Ну, сначала надо электричество включить, понятно. Так, и что? Менять мне какое-нибудь свое оружие на винтовку? Я думаю, нет. Смысла в этом особого нет. Оптимально. Пистолет. Пистолет-пулемет. И дробовик. Я думаю, в таком случае мы сможем напоставлять многим. Пока что монстры, если здесь есть, они себя никак не обнаружили. Хорошо. Так, нам всегда вообще нет. Судя по всему, куда-то. Куда-то сюда. Водорка становится выше. Давай-давай, пойдем. Паркер, иди вперед. Паркер, иди вперед. Какого хрена это было? Какая пакость. Что это такое? Паркер, вали ее. Слабак. Так, хорошо. Блин, с пистолета такую тварь не очень приятно стрелять. Лучше за дробовика пару дуплетов в упор. И будет хорошо. Так, дожди. Отлично. Пар это, наверное, хорошо. Но в данном случае мы не можем пролезть вот туда. Джилл, ну ты же худенькая. Ну пролезть, елки-палки. Тут паркер пройдет спокойно. Короче, надо как-то попасть туда. Так, нормально. Пробиваемся. Так, я из воды. Мне норм. Жидковатое место. Не просто жидковатое, а такое жидковастенькое. У меня еще со времен амнезии. Боязнь темной воды. А тем более, если в ней водятся такие... Ох, як. Ох, пакость. Ох, какая... Я ненавижу таких тварей. Вот идет чинистоноги, такие белесые. Ох, какая пакость. Паркер. Паркер помогает. Один готов. Где второй? Уплыл. Ну и слабак. Так, хорошо. Жид, пипец. Вот такие вот просто в детстве. Вспомните, как вы, я не знаю, там... Какая она называлась? Макрыца. Макрыцу, видишь, и прям так... Ох, пакость. Такие бесцветные, пакостные. Вот тут они большие. Я уж не говорю там про всяких трилобитов, которые... Блин, на них посмотришь и сразу передергивают. Вот это вот моя реальная слабость, в отличие от манекенов, которые думают, там, я в реальной жизни, типа, от них шарахаюсь. На самом деле, нет. А вот если я увижу, что тут так очень листоноги... Ну, огромное, в смысле. Макрыца-то, понятное дело, не боюсь. Вот это вот будет просто погибель. Я сразу забуду, как меня зовут, и начну колотить его чем-нибудь. Заклинило. Мне вообще в этом... В этом помещении как-нибудь повезет, нет? Так, давление на максимуме. Оп. Ну, как-то более-менее. Хорошо. Отчет о текущем ремонте паропровода. Внимание технического персонала. В проходе сколового блока с труб слетела одна из крышек. И теперь оттуда валит пар. Пар очень горячий. Поэтому вам понадобится выполнить обходной маневр. В машинном отделении есть два рычага. С помощью рычагов совместите иглу на счетчике с нужными буквами. Благодаря этому пар перестанет выходить из трубы. Буквы соответствующие помещения таковы. А. Ремонтное помещение. Б. Машинное отделение на верхнем уровне. С. Машинное отделение на нижнем уровне. Помните, если вы остановите утечку пара в одном месте, начнется утечка в другом. Помните об этом при регулировке иглы использования помещениями. Ой, пользования помещениями. Так, ну теперь мы... Так, отсюда мы только С можем включить, да? Жуть-то какая. Я перепоратился. Его самого не видно за столбом. Так, мне нужно каким-то образом... Паркер, ну ты мужик или нет? Он такой, я останусь тут, а ты занимайся грязной работой. Окей, пойду посплю. Там вон еще один рычаг, но туда я попасть смогу с той двери. Хорошо. Будет по колено в воде. Тут по колено, по попу. Вроде спокойно. Хорошо. Что у нас тут-то? Тут у нас улучшения. Уже хорошо. Улучшения какие-то так себе. Пока что, потому что я видел. Так, ладно. Как-то нижнее помещение. Круто. Ого, без воды быстрее. А что если вот там, помните, была у нас шестерня? Если ее поставить... УДИ! Ах, пакость. Если ее поставить по центру тут. Не, ну Джилл, конечно, такая... Блин, ну для чего она может быть? Здесь нет зубца. Или может быть шестерник. Густая темная вода. Хотя, как бы и густая, что я не смогу спить. Минус одна рыба. Минус вторая. Так, вообще, нам сейчас, похоже, надо будет переключить переключатель и в итоге вернуться немножко назад, где там, помните, лежала эта шестерня. Таким макаром. Таким макаром. Таким макаром мы заставим эту махину работать. Вот вас я вообще ненавижу. Где эта тварь? О, нам мать ненавижу эту тварь. Готово. Так, ладно. А куда это у нас идет? Явно плохое место. Зачем оно вообще? А, Вова, понял. Аааа. Взять. Ебли. Ой. Штайр. Окей. Так, получается, у нас... На. Патроны у нас общие для того и для этого, поэтому... В смысле того потаскать? Ну, явно не зря сходили. Что-то как-то быстро оружие начали давать. Столько времени бегали с дробовиком, а тут подешется. В прошлой серии получили пистолет-пулемет в этой... Уже штурмую винтовку. Так, что это? Видимо, за стеной. Ой, такое ощущение от всего этого, прям какой-то... Я не знаю, как будто по фильму... Посейдон бегаешь по декорациям. Люблю вот эту... Тематику всякую затопленные, брошенные корабли. Это очень круто и интересно. Причем не только... Водные, морские суда, но и космические. В Dead Space тоже очень круто. Именно из-за того, что он... Происходит на заброшенном. Поэтому, я считаю, первая часть самая крутая. Не из-за того, что она хоррор чистая. Из-за того, что там сетинка очень интересная. Ящик пулеметных патронов. Коро-то. Написка из машинного отделения. Для включения электричества оба ключа используются одновременно. На всякий случай кладу ключ перезапуска. Сами знаете куда. Понимаешь, о чем я говорю? Нет? Боже, тебе точно шестерни в голове не хватает. Так, ну понятно, это одновременно надо будет повернуть. Ой, диалог двух капитанов. Зачем? Так, нет, все хорошо. Но мне пока что сюда, я насколько понимаю, нет. Я был тут? Нет, я что-то запутался. Похоже, все, это коридоры. It won't much. Ладно, мне похоже, надо идти назад. После этого повернуть второй рычаг. И таким образом откроется то место с шестерней. Потом мы попилим сюда. И, соответственно, шестерню вставим. Во как. Логика. Да мне не нужно его прекращать, мне нужно, чтобы открылась там шестерня сзади. Я все правильно сделал, нет? По-моему, да. Давайте побыстрее назад сбегаем. Мне кажется, я поступил как надо. Так, все спокойно. Еще. Блин, как им взять, интересно? Я думаю, здесь подтапливать будет потом, нет? Да, вот все, отлично. Все, пришла пора пилить обратно. Это что? И долго так? А, вот, смотри, пара вообще не включилась. Круто. Ой, валим. А-а-а! Твоем мать! Не напишу этих тварей. Рыба! Рыба! Да и норм. Я не понял, ты в воде не уязвимы, что ли? Ну, смотри, точно не быстрее? Да, похоже на это. Да, япода мать, ну и как тут было? Офигеть просто. Нет, пойдем. Тихо. Да, блин, я же уворачивался. О-о-о-о, твою мать! Я не хочу с вами драться, я хочу убежать просто. Хотя нет, какого черта? Норм. И у... Раскармута тут? Что-то за него вообще мало уже дают. В смысле это все меньше и меньше. так хорошо они нам не сюда и не шестернята другой страны ну кася ой чуть-чуть это я посмотрю тогда лично еще одна птичка так надеюсь новых тут нет товарищи вроде нет так подъем вот и вот она отлично что мне кажется или или все плохо так ладно важно установим зубец нажмем кнопку ну это как минимум странно там что-то внутри то есть кто бы заморачивался такими механизмами ради ключа для перезапуска не знаю правый смысл подожди а нужно два ключа а у нас один странно вы погнали по-быстрому может получится может нет я что-то не подумал что ключи должно быть два по идее то а еще мне интересно как можно было попасть туда где вот эта вот штука лежала какой-то золотой улучшений я готова начать это, бебе пошли в позицию да, конечно, я сделаю это давай а их два получается ну ладно ну офигеть теперь паркер ты же у нас мужчина придумай что-нибудь паркер паркер о, два сразу о, на мать она работает мы уходим из времени госпожа нет это не остановка ıı капитан очевидностью как же ты уже успокоишься так хорошо И это Конец Сегмента Ну, кстати, с точностью у меня сегодня Не особо 44% Ну что, давайте на этом закончим, наверное В следующей серии посмотрим Ковчему все это привело По-моему, серия была достаточно интересная Вот эти водяные твари Это просто пакость какая-то В целом, блин, очень-очень круто Увидимся в следующей серии С вами был Артур, всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok